Благодаря безоблачной погоде горожане на этой неделе стали свидетелями редкой красоты шоу. На их глазах голубая суперлуна стала кровавой впервые за полтора столетия. Зачем еще горожане наблюдали в сетях, узнаем от Надежды Марковой в рубрике «Клик народа». Редкой красоты лунное затмение прошло мимо россиян. В тот день многие отмечали день рождения водки, поэтому красный и голубой цвета спутника списали на безудержное веселье по случаю праздника. Затмение на этой неделе, судя по топу самых частых интернет-запросов, оказало влияние на многие события. Не иначе из-за этого в самый ответственный момент во время записи в первые классы упал портал госуслуг, а в прямом эфире два маститых журналиста подрались из-за Сталина. Рейтинг популярности новостей составляем в рубрике «Клик народа». Все под одной луной ходим. Это в очередной раз доказало редкое астрономическое явление, случившееся в среду. Над Екатеринбургом, как, впрочем, и над всей Землей, взошла огромная кровавая луна, которая вскоре скрылась в тени. Страшно красивое зрелище было три в одном – суперлуния, полнолуния и затмение. Но горожане смогли наблюдать лишь два последних образа. К тому времени, как луна поднялась на Дуральской столице, она уже прошла максимальную фазу затмения. Юзеры с завистью рассматривали фотографии, сделанные в других городах и странах, и перекладывали их на екатеринбургскую действительность с помощью фотошопа. Взошла луна, засияли звезды. В Екатеринбург накануне приезжал первый, по очередности, а не по статусу, кандидат на пост президента страны. Беспартийный коммунист и директор совхоза Павел Грудинин встречался со своими сторонниками. Кульминацией предвыборного турне стал общий сбор в театре эстрады. Правда, не всем желающим вглядеться в потенциальное первое лицо страны в зале хватило места. Так еще на входе пошатнулся обещанный Грудининым принцип всеобщего равенства. Впрочем, само мероприятие прошло душевно, но без свежих идей и приемов. Кандидат призывал отнять деньги у богатых и отдать их бедным, а сайта ему подарили щенка. Где-то я уже подобное видела и слышала. Что-то пошло не так. Сотни родителей в ночь на 1 февраля не смогли победить электронную систему записи в первые классы. Портал Госуслуг жалуются на форумах разгневанные горожане. По многолетней традиции завис в первые же минуты и около часа не подавал признаков жизни. Для многих мам и пап бессонная ночь сменилась недобрым утром. Им пришлось идти в школу и подавать заявления в ручном режиме. Стоя в живой очереди, взрослые, на чем свет стоит, ругали единый портал, чья стабильность в этом случае отнюдь не признак мастерства. В который раз в работе сайта поставили двойку. Но исправить ее оператор только обещает. Видимо, так все и останется на второй год. Во многих извечных вопросах не разобраться без водки, именинницы уходящей недели. Но россияне, как оказалось, обращаются к горькой все реже. За последние 10 лет ее продажи в стране сократились в три раза. То ли действительно пить стали меньше, то ли цены на Менделеевку сейчас скусаются. Но факт остается фактом. Водка перестает быть головной болью русских. Опять нет повода не выпить. Редактор субтитров А.Семкин